Музыка Шашлыки это не столько мясо, пожаренное на углях, это настроение. Это когда снимаешь горячий кусочек шампура, свежий салатик, зеленушка, макаешь кусочек пышной лепешки в соус. Ммм, просто волшебно! Добрый день! Меня зовут Светлана, я работаю управляющей магазина Cool Clever. Как вы уже поняли, мы в Cool Clever как к самому шашлыку, так и к настроению относимся очень серьезно. Поэтому у нас можно собрать полную корзину для барбекю. Сегодня мы с вами узнаем, бывают ли кетчупы без воды, какие лепешки лучше взять с собой на природу и как все это производится. Наши ремесленные кетчупы мясного буфета, я считаю, лучшее дополнение к мясу. Я знаю, существует мнение, что соусы и кетчупы, в частности продукт, крайне не полезны. И лучше их избегать. Хочу вам сказать, что это не так. Все зависит от того, где и какой кетчуп вы выберете. Конечно, в магазинах Масс Маркет популярные соусы представляют из себя смесь из воды, крахмала и томатной пасты, сухой или влажной. Это можно понять, прочитав составы на упаковке. На первом месте в составе такой продукции находится вода. Дополняется это все обилием специй, чтобы вкус продуктов был максимально ярким. Мы же производим кетчупы сами на фабрике готовых натуральных блюд мяснов. Наши кетчупы более чем на 80% состоят из мякоти свежих томатов. Мы производим их совсем без загустителей. Необходимой консистенции удалось добиться уваривания томатов в специальных котлах. Эксперты мяснов потратили около 3 месяцев только на поиск оборудования для длительной варки ингредиентов. С датчиками измерения температуры давления и установкой времени варки добились густоты простым и безопасным технологическим решением. Поэтому в составе нет никакого крахмала. В качестве консерванта используем натуральный яблочный уксус или красный винный уксус. Они более мягкие в отличие от уксусной эссенции. И добавляют к кетчупу яркую вкусную нотку. Специально привозим такой уксус из Испании. Использование тростникового сахара позволяет добиться сбалансированного кисло-сладкого вкуса. С обычным рафинированным сахаром такой вкус не получится. Для нас было важно создать кетчупы для разных ситуаций, для разных блюд. Один кетчуп идеален к пасте, а другой к шашлыку. Поэтому у нас в ассортименте 4 вида ремесленного кетчупа и в каждом варианте свой букет тщательно подобранного специй и пряностей. Смотрите, определить кетчуп, в составе которой вода, легко по желеобразной, не растекающей текстуре. Как выдавили из упаковки, так он и застыл. Наш же из-за того, что сварен из томатов, имеет мелкую, крупинчатую, чуть более жидкую структуру, чем у кетчупов из супермаркетов. Это доказательство натуральности. Про наш соус я рассказываю знакомым при любом удобном случае. Потому что продукт просто уникальный и универсальный. Для заправки салатов в дополнение к мясным, рыбным, овощным блюдам. Пока одни производители фасуют индустриальный майонез с ешками. Как производят ремесленные лепешки мы уже показывали. Но сейчас расскажем, как вкусно подать. Итальянские толстые лепешки это моя любовь. Я советую немного их подогреть прямо на мангале, так они станут еще мягче и ароматнее. А затем в это специальное углубление выложить горячий шашлык, чтобы она пропиталась аппетитным мясным соком. Также предлагаю вам попробовать наши квадратные лепешки пшенично-полбяною и с кукурузной мукой. Разрежьте их и подогрейте на решетке, как будто только испекли. Можно сделать цингвич, добавить соус, можно овощи на гриле или кебаб. Также можно положить любимую начинку в питу и чуть-чуть подогреть. Я могу бесконечно рассказывать о вкусном отдыхе. Но согласитесь, лучше вам самим все попробовать. Желаем, чтобы ваш четверг был добрым и хорошей погоды на выходных.